МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новая смерть. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Четыре года эксплуатации. Начался ремонт нового детского сада. Без очередей, со скидкой 30%. Оформление документов через портал госуслуг особенно востребовано в период пандемии. Далее расскажем обо всем подробно. В России выявлено 5482 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8755 человек. Всего на сегодняшний день в нашей стране выявлено почти 840 тысяч случаев коронавируса. За весь период зафиксировано чуть менее 14 тысяч летальных исходов. Выздоровели более 638 тысяч человек. Нижегородские фитнес-клубы просят Глеба Никитина назвать дату открытия. Фитнес-индустрия до сих пор не может вернуться к работе из-за введенных ограничений. Нижегородцы атакуют политиков вопросами о том, когда же наконец люди смогут заниматься в спортклубах. Не понимая, почему разрешили работать заведением общепита и проводить некоторые массовые мероприятия. Например, фестиваль «Горький фест» и полумарафон «Беги, герой». Работники спорта и индустрии написали губернатору Глебу Никитину обращение, в котором просят сообщить предполагаемую дату открытия фитнес-центров. Под обращением подписались все ведущие спортклуба Нижегородской области. Работники пишут, что находятся в бедственном положении. У них кончаются финансы. Без работы могут остаться 20 тысяч человек. Согласно указу о режиме повышенной готовности и требованиям Роспотребнадзора, фитнес-клубы могут открыться только на третьем этапе снятия ограничений, пока Нижегородская область остается на первом. Ранее Глеб Никитин на вопрос, откроются ли спортивные залы раньше, ответил. Коэффициент эпидемии пока чуть ниже единицы, к сожалению. В процессе обсуждения этого вопроса с Роспотребнадзором на конкретную дату пока не назову. По состоянию на 31 июля в Нижегородской области зафиксировано почти 23 800 случаев заражения коронавирусом. Число новых больных продолжает снижаться. За последние сутки выявлено 145. Почти 80% всех заболевших выздоровели и выписаны из больниц. За все время эпидемии от коронавируса умерли 384 человека. Эпидемиологическая ситуация в некоторых городах присутствия Росатома, в том числе и в Сарове, остается напряженной. Об этом в своем обращении к жителям атомных городов сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Непростая обстановка складывается и в Удомле, Полярных Зорях, Новоуральске, Заречном. В других городах спокойнее, но возможность новой вспышки исключить нельзя. На ближайшие месяцы все действующие ограничения для работников атомной отрасли, в том числе удаленная работа, сохраняются. Наступило время отпусков, и я прошу вас быть особенно внимательными. Возвращаясь с отдыха, ну или с командировки, каждый должен сделать тест на коронавирус. Оплата теста за счет работодателя. Допуск к работе возможен только при наличии отрицательного теста. Уверен, что вы отнесетесь к этому требованию с пониманием. По состоянию на 31 июля в Сарове зафиксированы 940. Это плюс 15 новых случаев заражения коронавирусом. 680 человек выздоровели. Умерли 5. Плюс одна новая смерть. 31 саровчанин госпитализирован в КБН-50. 24 в средней степени тяжести. Три в Понц. Один из них находится в тяжелом состоянии. 218 человек на карантине проведено. 284 исследования. По заверениям чиновников всех уровней, новый учебный год в школах начнется в привычном очном формате. Уже сейчас родители начали выбирать формы, закупать концтовары, помогать с уборкой классов. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, сколько они планируют потратить или уже потратили на подготовку к школе. От 5 до 10 тысяч рублей собираются отдать 30%. Примерно столько же родителей думают, что придется потратить больше 10 тысяч рублей. Менее 5 тысяч рублей хотят потратить 7%. У меня нет детей школьного возраста. Этот вариант выбрали 32%. Трещины на перегородках детского сада номер 8 обнаружили еще в 2016 году. Тогда их заделали и закрасили. Сад сдали. Но в процессе эксплуатации здания трещины расширились. Было решено перевезти из сада детей и искать подрядчика, который выполнит ремонт. Подробности далее. С конца июня в детском саду номер 8 идут подготовительные ремонтные работы. В прошлом году сотрудники улыбки и родители малышей неоднократно заявляли о трещинах в перегородках. Специалисты провели экспертизу и установили, что причиной стали нарушения при строительстве учреждения. Для исправления недочет выбрали нового подрядчика – питерский ООО «Престиж». После того, как оформили необходимые документы, приехали сюда их представители. Мы провели уже встречи с теми людьми, которые непосредственно будут отвечать за выполнение работы в нашем городе. И, по сути дела, сейчас в июле месяце они уже небольшой объем работы сделали, связанный в основном с подготовительными работами и началом демонтажа тех строительных конструкций, которые необходимы для себя проекту. Детский сад открыли в конце 2016 года. Его строительство обошлось в 145 миллионов рублей. Стоимость ремонта – более 23 миллионов. Закончить его, согласно контракту, рабочие должны до середины ноября. Проект, который у нас есть, как раз касается демонтажа старых перегородок, которые построены с нарушениями, и устройства новых. Соответственно, мы думаем, что эти мероприятия позволят обеспечить нормальное функционирование здания. На время проведения работ воспитатели и малышей переместили в детский сад «Солнышко». Туда в свое время также направили ребят из детского сада номер 44. Пока там шел капитальный ремонт. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. С 1 августа Саровский театр открывает свои кассы после отпуска. Пока что там можно будет только вернуть деньги за ранее отмененные мероприятия. Как только театр получит разрешение работать со зрителями, сразу начнет продавать билеты на начало нового театрального сезона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В конце августа вступит в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховщики будут назначать тариф по автогражданке персонально к каждому водителю. Больше всего заплатят те, кого лишали прав. Также повышенный коэффициент будут применять за неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения. В то же время для добросовестных и опытных автомобилистов стоимость полисов снизится. Меньше всего за ОСАГО заплатят водители старше 59 лет, у которых стаж вождения превышает 14 лет. Предполагается, что после вступления в силу новых правил страховка подешевеет для 80% автомобилистов. Космический телескоп «Спектр-РГ», в создании которого принимали активное участие специалисты РФЦНЕФ, оценил радиационный фон на нескольких экзопланетах. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. В ходе исследований ученые пришли к выводу, что на четырех планетах, потенциально пригодных для жизни, уровень радиации не намного хуже, чем на Земле. Эти данные могут представлять интерес для астробиологов, специалистов, которые занимаются вопросами зарождения жизни на далеких от Солнечной системы планетах. Заявки на предоставление субсидий предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса, будут принимать до 15 августа. Помощь составит 15 тысяч рублей, плюс еще 6,5 тысяч на каждого сотрудника. Субсидия доступны малым и средним предпринимателям в сфере гостиничного бизнеса, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Обратиться за помощью можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Личный кабинет налогоплательщика». Новая версия сайта госуслуг начнет свою работу в конце 2020 года. Это позволит порталу обрабатывать около 100 миллионов запросов в сутки. Оформление различных документов через госуслуги особенно востребовано в период пандемии. Сотрудники Саровской полиции напоминают, что подать заявление на получение документов по линии УВД также можно через интернет-портал. Оформить пособие по линии соцзащиты, записаться к врачу, подать документы в школу, в ВУЗ, оплатить коммунальные услуги – это далеко не полный перечень того, какие документы можно оформить, не выходя из дома, без очередей в тесных коридорах. К тому же, воспользовавшись порталом госуслуг, можно сэкономить, так как предоставляется скидка в 30% на оплату госпошлиным. Это, во-первых, в любое время, в любом месте, с использованием различных мобильных устройств, компьютера, планшета, имеющих выход в сеть интернет, можно подать заявление о получении необходимости какой-то услуги. Как отмечают сотрудники полиции, оформление документов через портал экономит время не только заявителей, но и тех, кто принимает документы. Так как электронная система уже на стадии внесения реквизитов, проверяет их корректность. Кроме этого, при заполнении полей данного заявления на подачу, система автоматически проверяет эти реквизиты, и в случае некорректности введения данных, подсвечивает это поле с необходимостью ее корректировки. Чтобы воспользоваться возможностями сайта госуслуг, нужно зарегистрироваться на портале. Но стоит помнить, что не все услуги можно получить со стандартной учетной записью. Например, чтобы записать ребенка в первый класс, нужна подтвержденная учетная запись. В каких организациях можно повысить уровень своей учетной записи, можно также посмотреть на сайте. Очень много подтверждало учетную запись у нас, в межмуниципальном управлении. Но, к сожалению, тут по ряду технических проблем, на сегодняшний момент пока временно услуга этого мы не предоставляем. А так, в основном, многофункциональный центр. В связи с режимом повышенной готовности отдел полиции по вопросам миграции тоже работает в ограниченном формате. Поэтому все заявления, связанные с заменами и выдачей новых документов, принимаются через портал госуслуг или по предварительной записи по телефону 60539. Также некоторые виды услуг можно получить через управляющие компании или МФЦ. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В рамках празднования Дня физкультурника Молодежный центр объявляет фотоконкурс. В нем может принять участие любая саровская семья с детьми. Конкурс пройдет в два этапа. Подробности в следующем репортаже. Каждое 2 августа в России отмечается День физкультурника. В этом году праздник выпадает на 8 число. К этому дню Молодежный центр подготовил для горожан онлайн-программу. Цикл тренировок в фитнес всей семьей, акция «Ни дня без спорта» и фотоконкурс «Точь в точь», который делится на два этапа. Первый этап с 1 по 7 августа. Все желающие принять участие в конкурсе, а именно семьи с детьми, должны опубликовать на своей странице ВКонтакте фотографии с хэштегом «Точь в точь саров», где изображено, как они занимаются спортом или показывают свое отношение к нему. 7-8 августа второй этап – это оценивание и подведение итогов. Всю подробную информацию горожане могут узнать на официальном сайте Молодежного центра, либо на официальной странице ВКонтакте. В акции «Ни дня без спорта» могут принять участие горожане в возрасте от 14 лет. Каждый желающий размещает свой видеосюжет о занятии спортом на открытой странице ВКонтакте с хэштегом «Акция «Ни дня без спорта»» Молодежный центр «Саров» с 1 по 8 августа. Итоги подведут последний день акции. Есть желание кататься на велосипедах, скейтбордах и выполнять трюки, но нет возможности. Оборудование из скейтпарка на стадионе «Икар» пришло в негодность и стало травмоопасным. Юные любители экстремального спорта остались без тренировочной площадки. Городские лестницы и бордюры не предназначены для занятий спортом. Для этого нужно профессиональное оборудование, чтобы можно было выполнять сложные трюки и не навредить своему здоровью. Лестницы, здания, бордюры, парапеты. Любители экстремальных видов спорта используют любую возможность, чтобы повысить свой уровень и научиться делать более сложные трюки. Но, безусловно, городская инфраструктура не предназначена для выполнения упражнений на велосипедах BMX, скейтбордах и самокатах. Для этого нужно профессиональное оборудование, где четко рассчитана высота, ширина фигур, чтобы удобно было брать разгон и приземляться. Небольшой скейтпарк в Сарове есть. В 2015 году его оборудовали на стадионе «Икар». Там ребята катаются на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Они оттачивают свое мастерство и даже выступают на городских мероприятиях. На площадке установлены несколько фигур, но со временем они пришли в негодность. Сейчас он сгнил полностью. Вот там большая фигура, она сгнила настолько, что на ней уже нельзя кататься. Там сгнил каркас, фанера. И его разобрали, он сейчас стал травмоопасен. Есть скейтпарк на товарной базе крытый, но там можно кататься только зимой. И сейчас в данный момент кататься негде. Ребята обратились в администрацию с просьбой помочь с восстановлением оборудования на площадке и получили положительный ответ. Ремонт начался и пока находится на стадии демонтажа. С некоторых фигур уже сняли сломанные детали. Как рабочий сказал, что через неделю его должны починить. Но как он сказал, что материал до сих пор нет. Но начал он где-то 2-3 назад починить. Но он разобрал его и материалы нужны, чтобы починить его на время. Кстати, для производства оборудования для скейтпарков используется ламинированная фанера определенной толщины. Этот материал более прочный и устойчивый к влаге. Фигуры приходят в негодность не только от погодных условий, но и от нагрузки, когда спортсмены приземляются на них после разгона. На скейтпарке возле стадиона Икар фигур немного. Ребята мечтают еще о нескольких, чтобы можно было отрабатывать более сложные трюки. Желательно, чтобы было больше других. Например, пирамида. Ее тут нет. Она есть на товарной базе, но товарная база закрыта. Поэтому, надеемся, временно ребята снова оказались на улице. Да и собираться им пока нельзя, так как заниматься спортом разрешили только воспитанникам спортивных школ. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин